Вы слышали очередную сказку от пропаганды Назарбаева о том, что необходимо затянуть пояса потуже? Так вот, семья Назарбаева ни в чем себе в это время не отказывает, летая частным самолетом, автомобилями, самыми новыми, между прочим, и демонстрирует это вам с большим своим удовольствием. Уже внуки и подрастающее новое поколение читы Назарбаевых не привыкло в чем-либо себе отказывать. Они растут, размножаются со скоростью полета своих частных самолетов и бесконечного автопарка дорогих машин, например, как у Ерсина. От скуки 25-летний Ерсин Толен, один из братьев 10-й жены Балата Назарбаева, купил себе Мерседес С-класса, самой последней модели, за 118 миллионов тенге минимум. Это такая цена в Казахстане. Он, видимо, решил быть в ногу со временем, чтобы прикупить авто с умным управлением. Как аванс распила цифровизации и сдачи суверенитета Казахстана дедушек Назарбаевых. 23-летняя Азель Жилыгбаева, внучка Нурсултана Балата Иониты Назарбаевых, тоже не отстает от своего мужа. Она с удовольствием демонстрирует сумочки ценой в 114 тысяч долларов США. Ерсин и Азель удалили аккаунты свои в Инстаграм после одного из моих расследований, но жажда у внуков Назарбаев поделиться с казахстанцами, куда же они тратят, на что деньги тратят бесконечные из кармана казахстанцев, не может скрыться. Поэтому это демонстрирует певец Кайрат Нуртас, который находится на постоянном экскорте для развлечения Ерсина Толина. Вместе с волонтерами мы собрали некоторые подборки, распознали сумочки, основные, которые продемонстрировала вам всего за 11 секунд Азель. Так вот, сумма, скажем так, продемонстрируемых вам сумочек без туфелек, без ее одежды, минимум на 114 тысяч долларов США. И я опубликую лишь только некоторые из этих скринов. Если вы хотите узнать, куда же идут ваши деньги, какие сумочки и что еще прикупила себе семья Назарбаевых, новое поколение, внуки, да, то есть мы не считаем даже жен, детей, а именно уже внуки. Так вот, дорогие казахстанцы, все это очень просто проверяется. Заходите на их страницы и внимательно смотрите, куда они тратят ваши деньги. Согласны вы с этим или нет, решите, пожалуйста, уже самостоятельно. Но сдача суверенитета вам тоже обойдется в копеечку. Министр Багдад Мусин сообщил, что это всего лишь 500 миллионов. Казахстанцы, вы согласны с таким расходом еще дополнительно из ваших карманов?